Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Цивилизацию 5 на Божестве за Японию. И это попытка сделать культурную победу. Хотя, конечно, кажется мне, что проваливается эта попытка, потому что у Индии уже 20, а у меня всего 4 очка туризма. Причем и у других-то у всех уже больше. Что-то я не так начал делать с самого начала, видимо. Поэтому не знаю. Но попробую доиграть раздачу, чтобы хотя бы было наглядно видно, как не надо делать в случае чего. Мне, конечно, по-хорошему бы захватить Дели со всеми культурными чудесами, которые там Индус настроил. И тогда, конечно, очки туризма резко вырастут. Но и заодно он культурную победу не сделает. Поэтому как-то надо из культурной победы прокраситься немножко в войну, а потом заняться дальше культурой. Меня тут поджимает вплотную Александр, да. Кто с кем воюет? Я уже не помню, потому что я с этой партии перешел на игру за Сангай, на спор. И не надо было этого делать, потому что оказался я в итоге прав. А здесь вот я в итоге теперь потерялся. Да, Мария воюет с Грецией. Вот здесь у нас идет война. И значит, нужно тоже в эту войну впрягаться. Впрягаться в эту войну, чтобы отжать у Марии городок, а то и два. А то и три. А у нее всего три, да. И, кстати, вот если мы дойдем до Лиссабона, то мы будем граничить с Индией. И тут нам уже будет, может быть, проще на Индию потом выеживаться. Хотя, конечно, если захватывать все подряд, то это уже не культурная победа какая-то, а война. Я его воевать не люблю. Так. 115-й ход. Один караван еще не готов. Проблема в том, что Александр скупает все города государством. Поэтому он, скорее всего, в дипломатическую победу целится. Куча кораблей его. Счастье у нас есть. Писатель у нас готовится. Есть ли место, кстати, для этого писателя еще? Тихо, 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 тихо. Вот, да, свободная ячейка. Да, вот, свободная ячейка есть одна у нас. Для писателя. Хорошо. Здесь город не растет. Почему не растет город у нас тут? Давайте посмотрим. А ему-то особо и некуда. 2, 1. Ну, ферму дальше будем делать. Хотя, кого переставлять, то туда. С производства надо забирать. А, ну вот, амбар усилит нам рост, да? Так, а еще же нужно для великих людей эпосы и прочие дела. Я не помню уже, я их делал или в прошлый раз. Так, эпос есть. Вот здесь, значит, у нас... А, ну вот у нас и в писателях сидят мужики. Чтобы быстрее писалось им. Грузовой корабль, храм. Храмы. Да, я хотел накопить веру, чтобы покупать великих музыкантов в конце. Был такой план. Гавань, казармы. Ну, как минимум, один город нужно отжать. Хорошо бы вот этот. Потому что тут куча ресурсов. А, в другой стране, если я захапаю и столицу еще, то у меня вот этот еще будет нападать на меня. Но у меня и так с ним есть общие границы с Александром. Я думаю, что рано или поздно он за мной придет. Что у нас по технологиям, по военным? А ничего вообще, да? Акустику открываем. Хотя уже, по-моему, сикстинскую капеллу уперли давно. Но мы откроем гильдию музыкантов. И будем копить музыкантов. Хотя их не надо копить. Они не как ученые. Ладно, берем акустику. Есть ли у нас гора где-нибудь для обсерватории? Нету, да? Значит, обсерватория нам не нужна. Ладно, тогда идем за акустикой. И потом пойдем, наверное... Хотя, смотрите, тут через все вот эти выстроены. Это куда мы идем? В архитектуру мы идем, да, по ходу дела? Да, мы идем в архитектуру. Но мы в любом случае пройдем по железу. Ладно, значит, акустика, потом железо оставляем. Потом идем за железом. Мы мимо не пройдем его. Акведук. Вот так вот сделаем. Все, с этим понятно. Тут что? Появляется великий человек. А где ты? Я уже, наверное, потратил до сейва, а эта штука осталась, да? Потому что человек это не видать. Заключили мир с Гароном Аль-Рашидом. Это я, наверное, с Индией, да, вписался в войну. Чтобы индус повоевал немножко. Ну, ладно. В целом понятно. В целом понятно. Всем нужен хлопок. А нам нужно что? Вино. Благовоние. Вино и благовоние. Больше ничего. А, ну и город у меня всего три. А мне бы надо, конечно, четыре. Что-то там кто-то воюет. Александр. Торговый корабль разгромил. Вообще, он там разгромил. Золото. Нет, золото мне этого не нужно. А вот винишко я возьму. Посольство может себя ставить тогда. Есть. Теперь у меня сейчас будет в Осаке счастье. И город должен начать расти. За счет этого. Есть акустика. Новое время. Так, давайте вот этого рабочего кинем. Кинем давайте его. Один ход. А вот же не подключено, да? Нет, подключено. Кстати, не стало расти, несмотря на счастье. Разведение любви на 20% не увеличивает. Все. Давайте вон там побежим делать ферму. Чтобы тут рост шел. Тут вроде и так идет. Торговый корабль. А, нет, вот смотрите, вот же пророк мой. Е-мое. Тогда будем делать святыню сейчас. Я не буду веру свою насаждать никуда. Вот здесь я поставлю святыню, где и рекомендуется. А святыню потом можно будет перевести в эти самые... Что-то не прогружается картинка. В очки туризма. Ее надо обрабатывать? Не надо? Надо обрабатывать ее. Не очень хорошо это. Что ее надо обрабатывать? Тут все у нас на еде, а народам маловато, да? Гильдия музыкантов. Тут и гавань. Смотрю гавань, говорю гильдия музыкантов. Гильдия музыкантов тоже нужна, потому что и опера нужна. Все нужно. Вот арена, наверное, не очень. Рынок может быть даже важнее, чем... Не нравится мне, что долго так жители здесь прирастают. Прирастают. Клетка вот эта вот не будет приносить нам ничего. А нам надо копить и копить и копить. И вроде все клетки такие крутые, ниоткуда снимать неохота. С еды заберешь, сейчас вообще все стрянет. 15 ходов, да. Еще не очень хорошо. Так, а если я все отсюда заберу, то сколько? 28 ходов, да. И совсем грустно тоже. Ну, ладно, давайте оставим пока здесь. Через 10 ходов сюда закинем. Хотя за 10 ходов 50 мы сможем уже накопить. Потому что нужен аквитдук. Вот что нужно. Лиссамон получает уже. Отрос. Так я не успею ввязаться в войну против Марии. О, Мария готовит против нас заговор. Ничего себе. Какой заговор, Мария? Ты что там, совсем что ли? А, ну правильно. Где у меня юнит военный? У меня вот один военный юнит. И вот, у меня всего два военных юнита. А я про какую-то войну сейчас говорил. Да. Перепутал я. Слегка. Торговля. Ух ты, 8 науки. Заход. Не слабо так. Ну давайте, 8 науки себе подвезем. Здесь ферму. Вот, начал расти город тоже. Отлично. Ну и давай вон... А, так редко еще не наша. Ну и вон там тогда ферму. Институт. Экзамены, сессия. Вступаем в золотой век. На 30% увеличивается культура. Вот неплохо, по идее. Дрекультура-то, да? Великий художник. Художникам мне деть некуда. Только золотой век начать. Поэтому художника я брать точно не буду. Я вообще даже не зашел в набожность. А мне вообще реформация нужна, по-моему, чтобы святыни-то приносили туризм. Так, тематический бонус от музеев и чудес. Ну, значит, мне нужно закрывать эстетику всю. Ну давайте, на 30% увеличим культуру. Сколько она? 46 сейчас, да? Не везде есть, правда, чудеса. Но, тем не менее, чтобы быстрее закрывать цивики, берем тогда вот рассвет искусства. 67, смотрите, был 46. Вообще почти наполовину увеличилось. Хотя 33% обещали. Отлично зашло. Будем быстрее теперь закрывать все это дело. Три хода для храма. И где-то человечек появился вот здесь. Давайте его распределим. 9 ходов до нового. Ну, не надо тебе 9 ходов до нового. Давай-ка амбар после библиотеки. Ну ладно, копошись. Или нет, или не копошись. Наверное, не копошись все-таки. Давай вот сюда. И сейчас движим тут, построим ферму. Чтобы и еда была, и производство. Так, ты давай заканчивай. Че так долго-то? Железо. Будет железо, сможем сделать апгрейд война. А, нет, не сможем, потому что еще железо у нас не открыто. Куча кораблей тут, Александр. Прям так и хочется мне стены начать строить. Причем и тут, и тут. Да и тут тоже. А, хотя тут и тут есть, судя по картинке. Вот тут нету. Ладно. Все равно охота. Открыли железо. Я надеюсь, мы его нашли. Это железо. Нет, не нашли. Так, давай завязывать. Быстрее тут с фермами своими. Что, нет железа? Нет, вот есть, смотрите. Нет, это не железо. Вот, вот железо. Блин, на ферме. Зараза. Так, беги за железом. Беги за железом. Этот закончит эти фермы сам. Ну, хорошо, хоть оно у нас есть. Уже что там. Заканчиваем амбар. Сейчас осоко начнет расти поактивнее. И открываем акведук. Тоже сейчас будем строить акведук, чтобы еще активнее. Лиссабон там пока стоит. Это хорошо. Но мне бежать 5 ходов и потом еще тут копать. То есть, я железо получу нескоро, чтобы мне апнуть. Давайте-ка вот здесь акведук поставим вместо рамы. Программа. И здесь я веду к вместо рынка. Вот эти, друзья мои. 52 очка. Столько денег у меня нету. Там закрываем библиотеку. И теперь пойдемте... Так, давайте ткнем архитектуру. Посмотрим. А, ну вот поверхней через рыцарей. Генетиры царей банки. Давайте, ладно, в архитектуру пока пойдем. Что тут у нас? Принимающая сторона. Ну, видите, Александр будет принимающей стороной. Это однозначно... Хотя можно Гаруну Аль-Рашиду помочь. Прикол ради. Пусть он на раз встанет. Хотя он, смотрите, мировую религию ислам хочет. А у нас же своя религия, да? Тогда нет. Нафиг его. Ну, больше никто не... Ладно, будем тогда воздерживаться. Нету смысла ни за кого тут голосовать. За себя нет смысла голосовать, чтобы никого не расстроить. Нам это все равно ничего не поможет. Поэтому... Просто воздержимся, да и все. Флоты прямо идут и идут вон туда. И идут и идут. Ноль с собой держится. Открытые границы. Нет, обойдешься. Достраиваем храм. Достраиваем библиотеку. Так, достроили там фермы. А здесь... И здесь достройте. Караванщик. Шесть, восемь. Ну, давай. Корабль торговый можно строить еще, на самом деле, один. И нацколледж тоже неплохо. Да и гильдия музыкантов. Вот, кибы. Шесть ходов до гражданина. Как раз и к ведуку построим. Сэкономит нам 40% до следующего. Это будет хорошо. Потом грузовой корабль. Еще восемь науки. Да, 20 денег. Сгодится. Так, здесь амбар, чтобы быстрее росло. Здесь к ведуку, чтобы сохранялся. Не успеет. К ведуку, к сожалению. Ну ладно. А как против-то позже, да? Попозже проголосуем. Бегут рабочие за железом. Серебро на жемчуг. Он не был кого небо. Нет, ну иди тогда в лес. Генуэ воюет с Ганди. И с Мари, и с Ганди. А, Александр еще и с Индией ведет. А, у них есть общие границы. Понятно. Ну, хорошо. Если он задержит Индию в развитии. Ух ты, смотрите. У него пушки уже. И его пушки уже тут. И тут его великий человек. Великий полководец, который может сейчас расфуфыриться и отжать мое золото. Вообще плохо все это. Так, вот сюда мне надо, да? Построить терму, на которой чувачок будет в Токио. И еду таскать и остальное. А лучников я не могу заапгрейдить? Могу. Давайте хотя бы лучников заапгрейдим. Пока деньги не кончились. Серебро на жемчуг. Да нет, я не хочу. Я хочу благовония. Ничего нет интересного. Давай договор об исследованиях мне сгодится. Потому что у тебя 40 технологий, а у меня 27. А от первого у меня на сколько вставаний? На 14 технологий. Ну, не самое большое вставание. Бывает и больше в научной победе. Все, укрепись тут. А счастье-то просило на самом деле. На самом деле надо бы торгануть. И не отказываться. Давайте попробуем с ним торгануть. Как насчет благовоний? Золото-золото хлопок. Много-много ты хочешь? Ладно, сейчас тогда с Александром торганем. Что же делать? И Брага потекла. Смотрите, его корабли доплыли наконец-то. И начали атаковать Брагу. Мне бы не хотелось, чтобы он тут тусовался. У меня здесь военных юнитов нету, чтобы перехватить Покотелло. Нет, Покотелло меня не интересует. Фарфоровая пагда кончилась. Она в архитектуре, до которой мне еще идти и идти. Так, ну давай, да, подрубай железо скорее. Чтобы можно было сделать... Давай свое серебро. Железо, чтобы сделать войну. А войну гнать вот прям сюда на перехват. Собрать Брагу на последнем... На последней битве. Так, индус потерял город свой. Смотрите, что-то Александр... Вообще-то конкретно всех щемит во все стороны. Какая жесть. Нет, ну понятно, что он на первом месте. Я вот не помню по табличке вот этой, где... Указано за какими победами. Ой, ну он Брагу снесет раньше, чем я успею. Не, грустно все это, конечно. Торговый пост. Ну иди, строй торговый пост. Если он снесет Брагу, то, во-первых, он меня окружит. Во-вторых, он ее окружит. Так, а вон он уже вон шарится рядом с моими границами. О, смотрите, сколько там всего. Ё-моё. И пушки, и стрелки, и фрегаты. Шашон вон приплыл. Если он объявит мне войну, то я, боюсь, я даже устоять не смогу. А учитывая, что он тут щемит, тут щемит, я для него просто на пути. Но с Инди он перестал воевать, он теперь только с Португалией воюет. Давайте, давайте, скорее, есть. Есть железо. Есть мечники. Хотя у него-то уже стрелки, на самом деле. Мечники мои тут такое себе войско. Никакое. Не знаю даже. Он еще и пушки притащил сюда. И еще одни пушки. И уланы. Давайте в пушки пойдем тоже. Хотя, конечно... Ну или хотя бы в арбалеты. Хотя бы до арбалетов дойдем. Потому что вот этот лучник вообще еще не сделает. Я хотя бы арбалетами смогу по пушкам стрелять. В браге уже кранты. Достроил, да? Ну давай. Лесопилку. А вот, кстати, торговый пост, он сейчас мне не вырубит джунгли случайно. У меня сейчас наука тут не пропадет на этой клетке. Хлоп, утопили кого-то. Он эти пушки сюда, что ли, тащит? Он тот город собирается забрать? Давайте пойдем посмотрим мечником своим. Встанем на агро. Встанем на агро, чтобы видеть, что там происходит. Чтобы не упустить. Потому что если он вот этот город заберет, огромный, со всеми вот этими территориями, то все тогда. Меня просто будет спамить. Я вообще не успею. Ну что и сделать. Блин, я отсюда не вижу. Незадача. Какая незадача. Декларацию о дружбе. Ну, мне несколько стремно с тобой подписывать декларацию о дружбе, чтобы Александра не расстроить случайно. Сейчас у нас закончится корабль тут. Да, вон он пушки вплотную ставит. Причем, судя по тому, что... А, ну вон вышел юнит с уроном. Только хотел сказать, что юнит не получает урона. Значит, там еще один. Ганди вышел в современность. Нифига себе. На 127-м ходу. Ну, такая прям раздача не самая. 12 чудес построил. Обалдеть. А мы украли технологию. Ну, что, давайте корабль. А вот уже не так прям 20 монет, кто уже нету. Ну, 8 хотя бы. Давай. Тырим, тырим, тырим. Два хода, три хода, пять. Но тырим то, что на пять ходов, что подороже. Все, брага, смотрите, на последнем издыхании. Сейчас брагу он захватит. И после этого уже... Не, ну, может ее сжечь, конечно. Но если он ее не сожжет, то... то все это... Дальше, скорее всего, смысл иметь не будет. Есть. Получил по пушкам он. Оу-оу-оу. Это я у него украл. Так, ну, это я его расстроил, да? Не, не очень хорошо. Воу, сколько фрикатов. Ацтеки осудили шашонов. Диалоги уже. Быстро. В этот раз комп как-то развивается. Очень быстро. Удачно появился. Видимо. А я дошел до института только. И открытых границ. Но пока мне все не очень нужно. Художник тоже мне пока не нужен. Плюс 10%. Давайте попытаемся разогнать науку. Парки-бузы пришли. Пушки, значит, сейчас добьют. Все. Пушек нету. Но придут сейчас стрелки. И не будет арки-бузов. Пока хорошо, что против меня Александр не попер. Мария не попер. Хотя я, наверное, с ней воевал раньше. Еще так кажется. Эйфелева башня уже, смотрите. Но он возьмет интернет однозначно. Он вот тут. Как так получается-то? У него больше, чем у Александра. 43-45 технологий. 5 городов у него, да? Традицию закрыл. Набожность закрыл. Два в эстетике у него. 84 населения. Все равно не пойму, как он так промчался активно. Ну, хотя нет 15 технологий. Если бы я шел за наукой, то 15 технологий это не критично. Я и 18 отыгрывал. Отставание. Но он уже вот тут построил. По-хорошему, лабы должны быть к 200-му ходу готовы, чтобы сделать научную победу. Если он уже здесь, то ему дала бы осталось сколько? 10 ходов? Что ли? Ладно, я думаю, я эту серию допишу. А раздачу, наверное... Давайте, лечу один ход. Раздачу, наверное, брошу эту, потому что... Хотя я и сказал, что в начале серии, что все равно интересно. Посмотреть, к чему она приведет. Но приведет она, скорее всего, к победе Индии. Причем сильно до обычных сроков. Обычные сроки для компа победить это где-то 230-й, 235-й ход. На высокой сложности, на высокой скорости, на божестве. Вот. А здесь, мне кажется, он это может сделать еще до 200-го хода. литье. Закрыли литье. В архитектуру бежать уже смысла нет. Там уже все захапали. Все чудеса. По военной ветке идти, чтобы только укрепиться, хоть как-то моего единственного юнита. Открытые границы. Ну давай открытые границы. Ладно, что тебе надо? Куда ты хочешь пробежать? Бери. Открытые границы. А ты нет. Ты больше не бери открытые границы. Брага стоит. Смотрите, с нулем здоровья. Нету походу юнита, который может захватить. А вот Лиссабон уже на треть просел. Великий писатель. Напиши нам что-нибудь. Нет такого благоразумного человека, который в молодости не наговорил бы чего-нибудь. Ой, сколько уточного времени. Молодец, написал нам. Того у меня 6, а у компов 40 у Индии. Ё-моё. Что-то явно пошло не так. Причем я что из чудес-то взял? Оракул взял. Стоунхендж я взял для религии, чтобы за веру покупать. Оракул я взял чтобы культуру получать. Несколько чудес у меня оттяпали. Зевса я взял для какого-то города-государства. Пытаюсь просто понять, то ли я не так все сделал, то ли просто не свезло. Открытые границы. Нет, фиг тебе они открытые границы. Венеция перекупила Манилу, смотрите. Ганди завершил Бродвей. Он уже вот... А, ну здесь. Ну вот он все чудеса отсюда теперь забирает. Его и не победишь же. Так, достроили, наука не пропала, да? Давай уже сам куда-нибудь беги, что-нибудь делай. Пока ты можешь вот здесь сделать торговый пост. Что у него из военных юмитов? Вот интересный вопрос. Если он пошел по верхней ветке, значит у него с армией-то не очень хорошо должно быть. Не то, чтобы у меня с ней очень хорошо. У меня с ней откровенно плохо. Война заапгрейдим. Сюда. Но и у него должно быть не очень хорошо. Все, Брага капец. А, смотрите, сжигает Брагу. Тогда я могу поселенца своего сюда закинуть на место Браги. Какая-то граница странная, как будто это к Антверпену относится. Это Антверпен захватил Брагу, что ли? И сжигает ее. Вот и чучело. Нужен ли мне тут город? Вот в чем вопрос. Где мои границы? Мои границы вот. Три. Я могу до сюда дотянуться еще. Клетки выкупить. Раз, два. Когда он сожжет город, тогда они, по идее, сюда не воткнутся уже. Оставить сюда город. Я бы лучше вот захватил вот этот. Ну, то, что мне даст. Так, давайте художников, музыкантов. И Лиссабон уже меньше половины. О, все понятно. Александр начинает бычить. Ё-моё, смотрите, какая тут армия. Все, Португалия потеряла столицу и все это вот месиво подкрылось сюда. И я даже если и успею выхватить город на последней хпшечке, ну, сейчас за обгрыжу своего мечника, объявлю войну Португалии, прокрадусь такой сюда, то все равно это ненадолго, потому что Александр уже меня осуждает, так что скоро он придет меня мочить. Но в этом и интерес циво, что не всегда можно выиграть. Если бы всегда можно было выиграть, какой смысл было бы играть? А так интрига всегда есть. Ну и опять же удовольствие побольше, когда выигрываешь сложную партию, а не просто как нож в масло зашел во всех компов и победил. Типа ты молодец. В этом-то точно нету интереса. Давайте кому-нибудь продадим что-нибудь. С Венецией мы дружим. Хочешь лошадей? Как асчет? 8 вход мне дашь? А 7? Нет. Опять? А че дашь-то? Ты че шняжник такой? 2, да? У меня еще есть. так и мадам бидер но клиан горит А давайте 3 сразу 3 за за 7 за 6 за 5 за 4 я одну за 2 продал а 3 продал за 4 такая себе сделка ну ладно лошади мне не упали такая это что? Чемеса природы их не продать стены стены вот что надо построить здесь и за пушками бежать только пушки смогут остановить Александра Александра ну видите все теперь бежим отсюда самураи бегите в город что это простреливает всех может дать взятку Александру пусть может на Индию нападет опять откупимся потому что если все это сейчас он дело двинет сюда то не будет у меня осаки индус манилу перекупил да 90 очков Александр давай с Индией повоюешь ты сахар железо и посольство по-божески давай все иди воюй с Индусом отстань от меня так ты иди прячься пока по щам не дали здесь строим стены спешно е-мое разграблен торговый путь о смотрите он победил даже одного но там еще один такой же сейчас зато может манила пойдет антверпен себе заберет вот кстати про эту же опять историю про то что комп на восьмой сложности больше одного города не забирает да вон он пришел и забрал все города у португалии раз два и сейчас третий город забирает поэтому что значит комп не берет больше одного города в войне все он берет потому что он плохо держит все он и берет расширь расширлись границы города киота и доросли до жемчуга да судя по всему а вон до того жемчуга хорошо давайте лодку тогда ну ладно арену потом лодку квидук наверное не успеем да 7 тогда квидук сначала так а вот тут мужиков наплодилось уже немерено где мои работнички сделаем нового работничка вообще как бы количество городов плюс один столько должно быть рабочих по-хорошему мне нужно 4 рабочих у меня всего 2 вот здесь нам нужен рабочий который сделает шахты и вон там сделает шахты не ну вообще в этой раздаче интересно узнать на максимально каком ходу комп делает победу то есть максимально быстро напиши в комментариях на божестве на каком ходу комп у тебя делал победы у меня это обычно ну говорю 230 там примерно в этом где-то диапазоне плюс-минус хотя в Венецию я играл 221 что ли было или 224 ну где-то так вот 20 30 ход да вон поперла манила на войну потому что сейчас у меня есть подозрение что Индия вообще сделает победу до 200 выхода но сейчас Индию подмочит немножко Александр с другой стороны если он заберет ее чудеса мне тоже особо пользы не будет в этом никакой 42 да хуже меня только Португалия которую добивают уже да надо проверить первой серии по-моему я что-то воевал с этой с Португалией и наверное из-за этого я подзадержался в своем развитии а может и нет так сейчас рабочего получим побежим Токио обустраивать да на 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 тебе жемчуг хотя зря я тебе отдал у меня счастье это два всего осталось 5 ходов 2 хода да зря я хотел ее поддержать просто немножко чтобы она подольше продержалась но напрасно скорее всего о манила топит корабли это хорошо выгорел городишко можно выкупить клетки чтобы хлопок захавать а что-то я неправильно подумал выкупить то можно только в трех первых да туда можно дотянуться если дорастешь но не выкупить тогда может город можно сюда отвезти поставить манилу выкупили шашоны зараза шашонская нафига ты это сделал 95 очков 112 очков 200 очков да тут тут ты не повыкупаешь особо шашоны зараза сейчас бы манила тут расстреливала корабли александра полный рост а теперь не будет так осака отстроила все что можно ой а че счастье то а гару ноль рашид перестал поставлять вину понятно а есть что на счастье куплю арену хоть в нолик выйду так и замок будут строить чтобы не подкрался никто дальше оперу и рынок ой ну сейчас и тут тоже закончится счастье так все но в нейтралитет он перешел был состояние вражды сейчас состояние нейтралитет значит он подзбился немножко с меня уйдя на войну с Индией это хорошо какое-то время это еще мне даст конечно алюминий зазова там зачем мне алюминий я не знаю что с ним делать я тысяча так так а вот и ты вернулся да а че ж ты выделался давай вино мне обратно не хочешь ну давай хоть какао да иди ты в пень тогда у меня 1510 год какой алюминий о чем речь есть стены сделали порох исследовали так этого а почему я не могу его в аркибуза а в кого он в стрелков он превращается он в аркибузе превращается он вон туда только ну ладно мне нужна химия чтобы было были пушки замки я смогу держать оборону здесь еще какое-то время эти требушеты у них там еще зато две и городом еще пальни снеси великого полководца отключился за экспу ой смотрите а ну 99 ходов потому что счастье просело счастьем сейчас там два хода арена оставалось уже не нужно кредук уже нужна арена так не хочу давайте с шашонами попробуем поторговать поторговать а нечем торговать вот этот джемчуг надо скорее присоединять и можно будет поторговать джемчугом хотя я конечно немножко зря отдал португалии за семь монеток которые мне нафиг особо не нужны славилось за это несчастье ну ладно сейчас выйду в ноль три хода до лодки и снов ну не сильно несчастье недолго скажем так у меня было несчастье и так все плохо весельчаки нет есть еще похуже весельчаки чем я зато у ганди счастье 67 жесть какая все у меня счастье в единицу вышло два хода кстати говоря арбалеты апнем два хода до жемчуга и у меня еще есть а ну кстати вот же вот это мне счастье даст штуку например ученые быстрее мне не нужны два за специалиста у меня специалистов два всего я получу всего четыре не гута минус к счастью до двух граждан но куда далеко давайте вот это сделаем немножко счастья вы сдержали обещание о границах да если бы я мог не сдержать его это не моя заслуга это моя недоработка все сломали требушетину а зачем ты требушетину выкатил сюда стоял бы из-за горды стрелял бы или она на соседнюю только стреляет я требушетами особо не пользуюсь я из артиллерии начинаю делать пушки только а катапульты требушеты я не очень ценю ну потому что я воюю только по необходимости в основном у меня оборонительные войны так что мне эти ранние юниты вообще не нужны есть и вон там еще построй иди шахту потому что сейчас опять людишка родится нужно скорее лодку дембургские ворота пока ты завершил лодку ухаса гоняет свои пушки даже у хаса есть пушки но у меня скоро тоже будет на самом деле давайте лодку корабль еще такое а потому что этого надо выдать что можно пойти религию пораспространять свою куда-нибудь два последователя да так а тут 29 тут 210 давайте для забавы хотя можно святыню построить большому счету пойдемте пока вниз 25 желт нифига себе торговый путь можно поставить вторую святыню у меня тут как-то все очень вяленько растет 19 14 не фонтан конечно жемчуг на всякую шнягу нет жемчуг на всякую шнягу мне не надо дай мне мне мрамор нужен не дашь мне мрамор да ну дай хоть медь ну вот счастье по прибавилось уже можно жить и радоваться а вот я так сейчас посмотрел у меня ноль веры то стало опять из-за того что она вся потратилась на пророка а как мне тогда музыкантов то покупать если у меня не копится я же как-то делал покупки походу мне религию не надо было открывать свою чтобы у меня все время не плодились эти пророки потому что я не смогу накопить себе несколько тысяч веры на покупку музыкантов походу я вот тут ошибся так ну что святыню да давайте святыню поставим и теперь у нас появилась артиллерия можно строить пушки для обороны выбрать проект универ замок конюшня нам даст здесь прироста оперу кен ресурсы нам дадут здесь тоже нормально вот так вот поставим в очередь выполнен наука получила подъем хорошо ладно затягивается серия напиши в комментариях интересно или не интересно смотреть эту раздачу потому что у меня с каждым ходом все меньше веры что мне удастся вообще что-то здесь сделать поэтому может быть и не стоит тратить время пытаясь что-то тут сделать потому что ничего все равно не получится единственное что тут можно посмотреть когда комп закончит игру потому что есть подозрение что это будет раньше 230 хода но до 230 хода тоже еще на самом деле даже до 200 еще 50 ходов я сейчас сделал 32 за час то есть тут еще часа на 2 на 3 может быть игры до поражения поэтому напиши стоит или не стоит вообще это делать все показывать потому что если нет то я тогда либо закончу партию где там все победы выключены кроме военной либо может быть начну другую партию чтобы все-таки культурную победу сделать поставь лайк этому видео если понравилось подпишись на канал нажми колокольчик чтобы не пропустить прохождение разных стратегий а может быть даже и продолжение вот этой раздачи спасибо за просмотр и пока